Доброе утро, мои хорошие друзья, подписчики. Наконец-то сегодня я проснулась рано и потащила своих внуков на море. Ашкин спит. И я сейчас искупаюсь. Ой, сколько там людей появилось. И там еще все выйдут. Лежаки тоже здесь есть, но мы предпочитаем камушки. А что мы здесь сейчас? Покупаемся часок и побежим. Ну что, приятного времяпрепровождения и нам, и вам. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мой сила. Сегодня мы занимались педикюром вот на этом месте. Накрасила сегодня моих девочек ногти. Посмотрите, у Ирмочки какие красные маникюры. У Мари розовенький, золотистый. Ручки покажу бабуле. Ребят, в общем, мы посадили за силачом. Ручки. Мари кури. Мари кури, мари кури. Моя девочка кури. Что такие важные дела, Бетон? Моя девочка и ее мари кури. Ана, нет лёгок. Почему нет лёгок? Проснулись, покушали супчик из чечевицы хорошо. Мороженое покусили. Что-то Ирмочка на себя кашляет сегодня после моря. Какая-то погода. Вот что-то вообще расслабило так. Не хочется никуда идти. Но утром, что на море ходили, вечером уже не хочется. Деми где? Пошла искать Деми. Сегодня на ужин я приготовила минэ-мен. Но поел только муж. Не знаю, дети отказываются кушать. А также... А также я приготовила тесто. Буду делать им пиццу, пирожки, хачапури. Жарко. Вся взмокла. Не вышла сегодня никуда. Решила, вот что-то такая лень. Я вчера до 3 часов ночи гладила. Утром встала на море. Прямо организм как-то устал, подустал. Целый день вожусь с ними. Что-то им пихаю в рот. Готовлю, подтираю, убираю. И решила сегодня никуда не пойти. Такие вот дела. Сейчас буду их чем-то кормить. Может, попробую. Они не кушали яичницу с такую. Поэтому они увидели помидоры, не захотели. Но я попытаюсь их накормить. Доброе утро, друзья мои. Гюнайден, говорят мои птенчики. Вот так у нас сегодня начинается утро. Вчера мы столько спали с ними, да? Они еле проснулись. Сегодня никуда не ходили на море. Почему? Потому что наша Ирмочка кашляла. Заболела. Да, немножко заболела. И я боюсь, чтобы это не осложнилось. И решила... Таблетку дали. Да, таблетку дали. И вот бабуля сегодня что приготовила? Ну, расскажи Дэми. Кашу. И хачапуру. Хачапуру и чай. И чай, да. Дэми покушает. И Ирмочка, да, покушает бабуля? Вот так они у меня сидят с маникюрами. Какие маникюры. Какая она счастливая. Какие маникюры. Моя папулечка. Лёдненький. Балгуля волосики такие уже приготовила. Сегодня у меня всё по плану. И я выспалась, друзья мои. 7 часов встала я. А легла в 11. Ребята, как я хочу это кушать сейчас. Я тоже. Мари помогала мне. Вот это хачапури она сама раскатывала. Но сегодня мы планируем сделать пиццу. Сегодня такой будет день у нас. И я приготовлю суп из курицы. Суп они очень любят. И когда у меня есть суп, я уже не переживаю, что вдруг они что-то захотят. И допустим, нет кушать. Я тут вообще про себя забыла. Так. Перекусываю на ходу. Уже не помню, когда сидела за столом. Сашкой мам. И вот как-то так. Ну что, мои дорогие. Приятного вам аппетита. И потом что будем делать с вами? Суп. Ну не еду, говорю. Не еду. Не готовить. Чем будем мы потом заниматься? Садись, бабуля. Потом будем заниматься мороженым. Опять про еду. Читать будем, писать. Убирать. Что будем мы делать? Видите, они только про еду думают в Турции. За деньги убирать. За деньги убирать. Вы слышите? У каждого есть копилка. И они, когда что-то делают, я им даю денежки. Вы посмотрите, вон опять сколько мусора под столом. Давайте кушать и будете работать и зарабатывать у меня. Все. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Всем добрый вечер, друзья мои. Я снова с внуками на нашей любимой площадке. Хорошо, иди недалеко. Где Мария? Позови ее. Хотела бы с вами сегодня поговорить, рассказать о новостях. Здесь очень много людей. Думаю, что они нам не помешают. Наверное, это скоро станет моим излюбленным местом. Здесь самое спокойное место у меня, которое я вижу. В течение 24 часов. Ведь здесь я расслабленная и отдаюсь полностью себе. Могу с вами даже поговорить. Хотя буду немножко отвлекаться и контролировать детей. Друзья мои, сегодня у нас произошли такие события. Приехали родители с деревни. Но они остановятся у Озлема. Как вы знаете, у нас сейчас свадьба в нашей семье. И родители приехали сюда. А также приехала тетя пожилая со своими детьми. С невесткой у меня сегодня в доме было 6 человек пришли. И так неожиданно почему-то я ждала их 19-го. Они приехали сегодня. Они заехали домой. Дома никого не было у них в их доме, который находится в Торосте. Севге было по делам. Организацией свадьбы занимается. Абла была на работе. Они, говорят, там покушали и приехали к нам. Я быстренько пиццу приготовила им. Детям я приготовила суп куриный. В течение дня я и так хожу с веником и шваброй. С тряпкой. А также поэтому было, в принципе, все чисто. Все на местах, в порядке. Просто когда гостей ждешь, да, что-то хочется их чем-то удивить. Благо, я вчера приготовила это тесто, хамур. Сегодня я их поделила по порциям и положила в холодильник. Я записываю, бабуля, да, я записываю. И мои хорошие, значит, пришел тот час, то они должны были вечером прийти, то сейчас. Но когда мой муж сказал, что сейчас они подъезжают, я быстро пиццу в духовку и ждала родителей. Ну, чай поставила, аж кем не помог. Пришли они, конечно, поцеловашки, обнимашки. Майя Свекров сказала, что я очень похудела. Я говорю, да, я на 10 килограмм похудела. Видит тоже мою всю занятость. С детками поцеловались, пообнимались. Еще много людей было же, кроме них. Значит, тетя была сыном старшим своим и с семьей невестой. Где уже женщина на мотоцикле уехала с ребенком. И вот, друзья мои, я уже не снимала их, потому что было не до съемок. И угостила чаем. Потом пиццу предложила им. А они принесли сладости, печенье. И вот Майя Свекров сказала, что лучше печенье. Я говорю, еще что-нибудь, арбуз, там фрукты нет, ничего не надо. Они после посидели час, наверное, и потом пошли козлем отдыхать. И там у нее становится много человек. Я предложила остаться папой и маме у нас. Но они говорят, нет, мы пойдем туда все. Там более свободно. И мои дети, естественно, не дадут им спокойно сидеть. Хотя в течение часа они сидели рядышком. Потом я их уложила уже комнатам спать. И немножко поговорила с мамой. Мама привезла мне гостинцы. Принвезла мне сметану. Мои золотые. Посмотрите, как он сестричку свою любит. Мама привезла их. А, Дэми, так не делай, бабуля. А ну, исправь ровно, исправь. Вот так. Не надо так делать, бабуля. Значит, она привезла йогурт домашний. Йогурт это как сметана. Затем она привезла, наверное, килограмма два маленьких красненьких помидорчиков. Засушила мне кабачок, баклажан. Вот по возможности привезла такие гостинцы. Еще там конфетки для детей. Арбуз папа привез. Они, конечно, довольны. Все. И я вообще в последнее время сама не понимаю, что происходит. Настолько я отключаюсь даже вечером. Я уже в 11 вчера с детьми легла. Потому что это было невыносимо томительно. И думаю, один раз высплюсь. И сегодня в 7 часов проснулась. И нет, ночью я тоже просыпаюсь, смотрю, как там девочки мои, мальчик мой. И в 7 часов я услышала, что кто-то свет включил. Смотрю, аж кем спит. А Дэми оказывается на балконе. Я говорю, иди быстренько ложись. А он говорит, ну, пошел вроде лег, но он не заснул. Я с ним рядом лежала, чтобы он так был спокойнее. И сегодня я решила не пойти на море. Хотя и хотелось очень, планировала. Но Ирмочка у меня, как вы знаете, кашляет чуть-чуть. Как говорится, береженого Бог бережет. Я ее пою лекарствами, конечно. Все под контролем. Спасибо Богу и Вселенной. Но вот планы такие у нас были. Вот так у нас прошло сегодня. Утро так наступило. И все, девочки встали чуть попозже. Но я за это время что-то там понаделала. И я хочу вам сказать, что я сегодня выспалась. Ну и они посидели и ушли. И мы так, я была на вебинаре, у меня был 3 часа вебинар. Давно не было вебинара. То есть был ли, но я не могла присутствовать. То в Батуне было такое время, что на улице была и не попадалась. А работать же надо, сами знаете. Потихоньку начинаю включаться в работу свою, потому что деньги нужно зарабатывать. Деньги, они заканчиваются, и нужно зарабатывать. И что касается этой свадьбы, мой муж предупредил меня. Мой муж Шашкэм предупредил, чтобы я вообще не снимала. Он говорит, твои подписчики поймут, что ты там не оператор, а ты там невестка. И запретил мне. Но я думаю, что вы тоже поймете. Не буду же я перечить мужу, не так ли? Ну, я потом вам расскажу все подробно, как и что произошло. И дай Бог, чтобы все было нормально. Я имею в виду со здоровьем детей. Вообще, если честно, у меня никакого нет желания идти. Ну, во-первых, мы отправимся туда 8-9 часов. Я уже в это время никакая. Я представляю, что днем надо, надо их накормить, еще привести себя в порядок. И на час, на два переться в такую даль. Вот если бы мне муж сказал, сиди дома, я бы с удовольствием пошла. Я знаю, что там будет не так интересно. И если бы не было детей, то было бы для меня интересно. А это мне нужно постоянно за ними следить, чтобы они что-то не наделали. И там общаться, общаться даже не знаю, получится или нет. Вот сегодня мне не получилось даже пообщаться нормально. Ну, не знаю, друзья. Вот такая у меня в жизни ситуация, что что делать, что говорит муж, что надо делать. Ну, так ли? В общем, вот о чем я хотела вам рассказать. А еще с утра, вообще у меня такое депрессивное состояние. Почему? У меня моей мамы. Сегодня она у меня в последнее время болеет. У нее даже была температура 38,5. У нее очень сильная слабость. Сегодня, как всегда, она звонит. Мне вот этим, отвлекаясь, нервы успокаивает. Сегодня, значит, она мне позвонила и говорит, что мне так плохо. Я пошла, говорит, сдала тест. Хотела сдать тест на коронавирус. Но там была такая очередь. У меня был номер 128. Я, говорит, постояла чуть-чуть, прислонилась. Думала, сознание потеряю и вернулась. Пошла к врачу. Врач, оказывается, был в другое время. Начал после обеда работать. И, говорит, я вернулась домой. Я говорю, а как ты... Ну, я думала, может, когда принимаешь лекарство аферин, такое состояние присутствует. Ну, состояние такой расслабленности, да, присутствует. Но она говорит, что сегодня она его уже не принимала. И, говорит, что-то ей она очень сильно потеет. Говорю микрофон. Почему? Потому что тут очень шумно, чтобы вам было хорошо слышно. И она очень сильно потеет. У нее повышенная слабость. У нее сил нет. Вот кашель такой небольшой, сухой. В очень плохом состоянии. И вот я когда увидела ее, мне аж прям плакать захотелось. Как мне ей помочь? Я спросила, а ты кушаешь? Она говорит, вот насильно кушаю. Я говорю, а ты чувствуешь что-нибудь? Запахи или что? Она говорит, даже не обращала внимания. Я говорю, пойди что-нибудь там понюхай. Мне позвони. Она, естественно, звонит мне и говорит, что лук пожарила и ничего не чувствую. Потом говорит, я говорю, духи какой-нибудь парфюм. Говорит, не чувствую. Ну все, я подумала, что это корона. Боже мой. Она говорит, я пойду сейчас и чувствую. Я говорю, моя дорогая, сиди дома. Ты сейчас распространитель этой инфекции. Я никуда не ходи, ни к врачу, ничего. Я звонила дочери. Дочь вышла как раз за покупками. И, ну, знаете, что дочь моя переболела зимой. Зимой переболела коронавирусом. И я, значит, сказала, что я бы ее никуда не пускала. Но она же не слушает. Какое-то у нее там было собрание или что. Она говорит, я даже на собрание вышла что-то купить или собрание. И она говорит, меня не слушает. И сама с ней поговори. В общем, в итоге тут я завозилась с гостями. В общем, была мозгами и мыслями с мамой. Так трудно становится вообще. Тут за детьми, тут мало, тут гостей. Хочется чем-то... Всем хочется помочь. Всем хочется уделить внимание. Но иногда не получается. И вот это вот меня очень беспокоит, мои дорогие. В итоге дочь позвонила и сказала, что она меня не слушает. Сама с ней поговорю. Я ей поговорила, она вроде послушала. Потом я звоню, я ей звоню, звоню, звоню. Она не отвечает. Она, оказывается, взяла свою подругу и пошла сдавать тест. Через какое-то время, когда она вернулась, что-то мухи кусают. Выговорит, мне диагноз прописали, корона, у меня все нормально. Врач послушал тоже тест отрицательный. Я пошла к врачу легких чисто. Я говорю, ну а чего ты тогда меня пугаешь? У тебя начинается утро. У меня депрессия, мне плохо. Думаю, детей я забрала. Все нормально. Сиди, отдыхай. Вот иногда так меня мама расстраивает очень сильно. Ну вот и все новости, которыми я хотела с вами поделиться. У меня было вообще сегодня не до съемок, не до чего. И вот сейчас я послушала вебинар. Думаю, заберу я детей, потом их приду и накармлю. Кушать у меня есть. Аж Кэм остался дома. Не знаю я, как мы будем насчет свадьбы. Что там, может, скажут нам не приходить с детьми. Я даже не имею понятия. Я обрадуюсь этому. Почему? Потому что час нужно потерять только в дороге. Час нужно в дороге. Представляете, мысли 8 часов, и обратно возвращаться с этими сонными детьми. И что на этих свадьбах? Будет только печенье там или что, и там пляски. С детьми очень сложно. Вот как меняется все. Как я ждала эту свадьбу с Евгиной, очень долго ждала. А сейчас такой момент наступил, что я ничего не хочу. Почему-то я, наверное, я очень устала. Ну, Бог мне в помощь. Светлана сильно, Светлана все выдержит. Иногда мне спрашивают, как ты все, какая ты молодец, мы бы такого не сделали. Вот я действительно удивляюсь себе, откуда у меня берутся силы мои хорошие. Наверное, Боженька мне дает силы, потому что иди сюда ко мне. Иди, моя девочка. Иди, мой мальчик. Такие детки, как их не любить. Иди, мой мальчик, иди сюда, бабулечки. Иди, мой солнышко. А, наш слон, наш мальчик пришел. Идите мои, поцелуйте бабулю, как вы любите. Мои мальчики, колеси. Он такой вообще у меня шустрый, как слончик бегает. И вот идет моя девочка. Если на вот это вы нажимаете, я меня успокоюсь. Да, бабулечка, снимаем. Ой, как она бабуле поцеловала. Ребята, если вы это купите, нажимайте на нее, и вы успокойтесь. Как можно ради них не иметь силы, а? Вот скажите, бабуля все выдержит? Бабуле ничего не интересно в жизни? Ничего, кроме их благосостояния. Смотрю на них, и когда они спят, счастливее не бывают моменты. Плакать хочется от счастья. Мои дорогие зрители, сегодня наговорила вам очень много, душу вылила вам. Смотрите на моих сладких, на моих толстушечек. Вот счастье мое. Любимые мои. Я очень счастлива, потому что я так соскучилась по ним. Вы знаете, что у меня такое чувство, что это мое. Я обязана, хотя я, может, не права. Короче, у каждого своя жизнь. Сейчас их посмотрю, и все, займусь своей личной жизнью. Здесь очень много детей, которые говорят на арабском, да? И они же хотят как-то с Натой Марией поговорить. Ой, какой толстенький мальчик едет. И Мари прибегает и спрашивает меня, что он сказал, что он сказал. Но многие хотят с ней подружиться. Вон девочка-то второй день, кажется, пришла. И постарше есть. И они все дразнят, бабуля, бабуля. Хорошая площадка для детей. Так и хочется сидеть, вообще не шевелиться. Что-то это толстенькое и загородил весь путь. Вот эти. Когда говорю, отправлю, когда злюсь на них. И муравьи покусали все. Когда на них злюсь, говорю, отправлю вас в Батуми. Нет, говорит, и нет. Я говорю, как это нет? Езжайте в свой Батуми. Нет и нет. Не хотят они Батуми. Я говорю, если вы хотите, чтобы бабуля вас забрала в следующий раз, вы должны себя прилично вести, чтобы Эндер мне не делал замечаний. Но Эндер мне не делает замечаний. Я стараюсь за ними контролировать, следить постоянно. Да, с ними нелегко, с ними очень трудно. Их надо два раза в день купать. Приходится иногда. Из-за жары обмываю. Их нужно заплетать волосы. Два-три раза кормить. Допустим, перекусы. То яблочки, то фрукты, то печенечки, то конфеточки. Нужно с ними как-то заниматься. То давать им рисовать, то еще что-то. Это очень большая ответственность. Я говорю, если я выдержу это, я вообще буду умничкой. Иногда себя чувствую, что мне не 50 скоро, а 30, наверное. Ох, где мои 30 лет. Ну что, друзья мои, буду сейчас действительно заканчивать. А то вам уже надоела моя болтовня. Ох, где мои 30 лет. Ох, где мои 30 лет. Ох, где мои 30 лет. Ох, где мои 30 лет.